Добрый день, дорогие друзья и коллеги! Это «Передача, что делать?» Я и ведущий Виталий Третьяков. Сегодня мы обсудим вопрос, который недавно вновь возник и вызвал бурную реакцию как «за», так и «против». Это вопрос, я так и сформулировал тему передачи. Нужен ли закон о российской нации, народам России вообще и русскому народу в частности? В Конституции Российской Федерации записано, что государственная идеология запрещена. По этому поводу тоже масса споров. Должна быть такая идеология, не должна быть. Что такое государственная идеология? Но я к чему об этом говорю? Закон, если он будет принят, это фактически и есть государственная идеология? Или значительная ее часть? Вот, какое ваше отношение к этому закону потенциальному или относительно его реальности? Поясните, кто знает. Ну, давайте по кругу пройдемся кратко. А потом уже... Ну, прежде всего, наиболее эффективна та идеология, которая не обозначает себя как таковая. То есть идеология неявная, идеология, которая не заканчивается на изм. Потому что именно такая идеология проникает в сознание без барьеров. Любой изм вызывает сопротивление. Так, меня хотят обдурить. Включу-ка я критическую функцию. Если человеку спонтанно приходят какие-то мысли, а еще лучше, как его собственные, то он их усваивает гораздо лучше. Что касается этого закона, то есть две абсолютно разные проблемы. Первая – это наличие или отсутствие рамочного закона о регулировании государственной политики в сфере межнациональных отношений. Вполне возможно, что такой рамочный закон имеет смысл. Это не такая судьбоносная вещь. Но вы согласны с тем, что этот закон, вот если не в методологическом плане, как проводить праздники дружбы народов, какие народы малые и средние поддерживать, финансовые или как-то иначе, то это концептуально, это идеология. Идеологии в узком смысле, как изму, конечно, это не противоречит. А идеологии по существу, конечно, любое нации строительства такую идеологию содержит. Так, Егор Станиславович. Ну, я хотел, прежде всего, поддержать тезис Михаила Витальевича о том, что идея такого закона, она вступает в чувствительное противоречие существующей Конституции, а в случае пересмотра Конституции возникнут многие другие вопросы, многие другие варианты, в частности, например, давно поднимавшаяся тема закрепления в Конституции тезиса о государствообразующей роли русской нации. При этом важно понимать следующее, что это концепт, который лежит в основе этого закона, это определенная научная теория, это конструктивистский подход к нации, это предположение, что нация – это продукт эпохи модерна, и что она может быть создана, учреждена государством. С точки зрения людей, которые не придерживаются этой концепции, например, я полагаю, что нация – это политически организованный в длительном историческом времени этнос. Во-первых, я хотела сказать об идеологии. Идеология у нас в Конституции одна запрещена. И одновременно для нас очевидно, что любая идеология, она может быть освоена массами и воспринята массами, если это конструкт, который основан на конструктах воззрения людей. Если мы что-то выдумаем, то, что не будет отвечать представлениям людей, это будет бесполезно. Поэтому, в принципе, разрабатывать идеологию гражданской нации, на мой взгляд, очень важно. Если вас просить, граждане России, вы могли бы сказать, что вы ощущаете сильную связь, или просто связь, некоторую связь, с такой общностью? И люди отвечают, да, мы ощущаем эту связь с гражданами российской нации. Раз. Не нации. Россия. Граждан России, да. Мы россияне. Это очень важно. Потому что если есть представления людей, значит, они отражают некую реальность. Вот это для меня очень важно, поскольку все другие данные о ценностях, об идеологии, о целях государства, они все вписываются в некую общность, которая создает основу для политической нации, как мы говорим. Но, конечно, слово «политическая нация» в массовом общественном мнении не функционирует пока. Нередко в истории бывает так, что очень важные актуальные вопросы формулируются по вполне таким субъективным мотивам. Что произошло и сейчас, и, в частности, автор этой инициативы, его формулировки тоже вполне туманны. Но объективно потребность постановки этого вопроса заключается в том, что у нас в Конституции, в положении, о котором было сказано, мы многонациональный народ совершенно неадекватно. Строго говоря, она русофобская. В Китае не меньше, наверное, больше этносов, чем в России. Однако в Германии, во всех странах больших много этносов. Никто не называет себя многонациональным народом. А, вас это не удовлетворяет? Это что? Вот то, как поставлен закон. Закон? Я против то, как он поставлен. Он поставлен абстрактно, поставлен в оторванность от реальности исторической. Я и призываю, уж коль он поставлен, то кристаллизовать как бы общественное сознание, и вот научного мира, и всех других, на том, чтобы прежде всего обратиться к исторической реальности. Понятно. Валерий Александрович, проясните, относительно бумажной стороны дела и... Ну, я как раз согласен, фактически Михаил Витальевич назвал, дал ту формировку возможного закона, который, кстати говоря, я озвучил в своем выступлении, там в Астрахани, на президентском совете. Речь идет о возможности принятия типа рамочного закона об основах межнациональных и межэтнических отношений, нет о культурном развитии, так у меня примерно прозвучало. Нет ни закона проекта, тем более нет закона. Мне даже трудно сформулировать предмет такого закона. Это над этим надо думать. Я знаю, что планируется уже заседание и комитета в Госдуме профильного, и в Совете Федерации, и когда выйдет наша передача, уже эти заседания пройдут. Тогда тема нашей сегодняшней дискуссии, российская нация, этот термин, как официальный, он должен быть введен не в научный оборот у тех или иных ученых, а в сумму неких бумаг, в официальные речи, в приветствия, поздравления, ну вот все то, что в школах, видимо, в школах каким-то образом он должен тогда постепенно водиться, чтобы к нему привыкали дети и так далее. Вот об этом мы сейчас будем говорить, что есть российская нация. Ну, конечно, да, конечно. Многонациональный народ, в скобках, гражданская, российская, не играя просто российской нации. Это положение есть во многих и в ежегодных посланиях президентских, это положение есть во федеральной целевой программе, которая действует на, я не знаю, масса уже всяких форумов, симпозиумов, книг. То есть это уже в обиходе. Я не думаю, что надо ли здесь еще какой-то декрет. Я почему и опасаюсь, будучи одним из инициаторов еще там 20 лет назад, после образования Российской Федерации, что нам нужно искать свою как бы новую идентичность после распада Советского Союза. А боюсь сделать здесь какого-то перекоса вот в сторону таких декретирования или такого слишком волевого навязывания, потому что в массах это и так потребует 20 с лишним лет, но понятие российской идентичности или понятие сопричастности с Родиной, я прежде всего россиянин или гражданин Российской Федерации, оно вытеснило не только советскую старую, но даже оно вышло на первый план по сравнению с этнической идентичностью. Ну хорошо, то есть вот сейчас Александр изложил, что конкретно такого закона в качестве какого-то проекта кем-то написано нет. В реальности этот термин фактически уже присутствует и немало лет, в разных местах, в документах опять же разной модальности, но не в виде закона. И плюс, согласно опросам, так или иначе это присутствует в России, в сознании и в ответах соответствующих многих людей, но может быть где-то меньше, где-то больше. Тогда что вас вот не удовлетворяет? Давайте попробую по крайней мере что-то суммировать. Термин «россияние» не вызывает большого возражения, если речь идет просто о наличии российского гражданства. Точно так же можно понять, что хотелось бы усиливать гражданский компонент в нашей общности. То есть лояльность по отношению к существующим демократическим политическим институтам, по отношению к системе российского права, по отношению к российской конституции. То есть к тому, с чем, собственно, и связывается идея гражданской нации. Но давайте себе зададим вопрос. Вот сегодня, что является источником лояльности, генератором патриотической мотивации в нашей стране основным? Это не уважение к конституции. Это не уважение к российскому праву и судам. Это не приверженность российским границам, то есть российской территории, той конфигурации границ, которая досталась нам после 1991 года. Все эти вещи в нашей истории скорее переменные. Они менялись достаточно часто, еще не вызвали по отношению к себе уважение. Они не стали столпами нашего самосознания. Основой лояльности является русская национальная память, русская культура и язык. Вот это основа патриотической лояльности и национальной солидарности. Если мы на уровне пропаганды, идеологии будем смещать акцент с языка национальной памяти и культуры, как нации образующих факторов, то есть с чего-то русского по преимуществу, на формальные институты, территория, конституция, суды, право, демократические институты, само наличие паспорта, то мы будем убивать лояльность. Да, я очень хотел бы, чтобы через несколько десятилетий российская конституция была бы таким же символом лояльности или была бы таким же предметом гордости, как русская культура. Но для этого, согласитесь, нам надо пройти очень большой путь. Сегодня это просто банально не так. Этот путь мы можем пройти только эволюционно. Вот развивая институты права, демократия, гражданское общество, да, это Бог на протяжении долгих-долгих лет, но тогда вот к этому русскому, культурному, историко-историографическому языковому ядру мы сможем добавить вот те самые гражданские институты, которые сделают нашу нацию не только культурной, но и гражданской, и политической. Сегодня вот потому, как она чувствует себя, мыслит эту лояльность по отношению к родине, желание быть вместе в истории, это нация преимущественно культурная, основанная на культуре. Егор Станиславович. Я человек, которого, наверное, больше всего беспокоит проблема единства России в самом, в общем, примитивном, территориальном смысле. Есть, например, Южно-Сахалинск. Это пространство, которое в течение определенного времени находилось во власти Японии. А Курилы, в общем-то, всегда находились во власти Японии до 45-го года. Что связывает преимущественно русское население, говорящие на русском языке, имеющие определенный стандартный набор черт, которые, кстати, там имеют, между прочим, не только русские в узкоэтническом смысле, корейцы, которые тоже говорят про себя, я русский. И именно вот эта доминирующая человеческая масса, она создает то излучение, то поле, в котором и формируется эта патриотическая идентичность. Если представить себе, чтобы российское общество было фрагментировано этнически, либо если посмотреть на те регионы, где оно высоко фрагментировано, то мы там никакой однозначной российской идентичности не увидим. То есть если мы хотя бы на секунду ослабим русскую идентичность, как именно связь с историей, с государственностью России, а концепция российской нации, она ослабляет эту связь. Понимаете? Да, многие это произносили и писали просто в официальных кустах. Вот формулировка «мы молодая страна», она сразу вот этот магнетизм идентичности убирает практически до нуля. То есть теперь очень простой вопрос. Как эта молодая страна и молодая нация соотносится со старой страной и старой нацией? Это интеграция молодой страны и тех ее частей, которые по тем или иным причинам, по большей части в результате ленинской национальной политики, оказались отчуждены от русской основы. Это их интеграция, это освоение русского языка как государственного, это сближение культур, в которые несомненно определенный вклад эти народы вносят, в том числе и достаточно значительный. Это вхождение в большую историческую судьбу. Либо же второй противоположный вариант, когда большее в виде русского народа. Потому что если мы вспомним Бёрковскую концепцию нации как единства поколений прошлого и будущего, то мы обнаружим, что русская нация – это больше, чем то, что мы сейчас… На мой взгляд, концепция русской нации как основы лояльности в большей степени совместима с этнической идентичностью других народов, чем концепция российской нации как такая вообще обязательная. Почему? Потому что она подразумевает, именно концепция русского народа, как стержня этого пространства, подразумевает конструкцию союза народов. И наш разговор с представителями других народов, с носителями активного этнического самосознания, именно этнического в этих других народах, это аргументы в пользу того, что наш союз имеет исторические основания и имеет историческое будущее. Но он возможен только в том случае, если есть осевой элемент – русский, как субъект этого союза. Если русских нет, то мы как абстрактные россияне, мы неинтересны. Понятно. То есть ты можешь расставаться якутом, а свою причастность в целом к нации, которая в данном государстве проживает, ты либо становишься русским, либо ты остаешься и считаешься якутом, но якутом – частью народа под названием якуты, который в союзе находится с русским народом, а не с каким-то другим, который живет там на западе России. Вот через русский народ этот союз осуществляется. Совершенно верно. Помимо прочего, русская идентичность, в общем, на сегодняшний момент, после кризиса 90-х годов, это престижное достаточно. Плаготворно было бы все-таки разделить, не отождествлять, понятие народ и нация. Поскольку все-таки народ является субъектом исторического действия, русские государства, образующие народ, многоэтнические, но у него есть этнический стержень. Русских – это прежде всего великороссы, малороссы и белороссы, и множество других народностей. Затем, в русский народ также входят все, кто мыслит по-русски, думает по-русски, говорит по-русски, считает символ русским, вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности. Таких много. Так вот, я думаю, что такая формулировка, как «российская нация есть собор народов России, сплотившихся или объединенным русским народом», была бы наиболее адекватна. Из этого определения следует, что все народы России, этносы, элиты и все проще заинтересованы в русском национальном возрождении. Потому что без русского национального возрождения не сохранится российская государственность, тем более его единство. Как правильно было замечено, не нужно ориентироваться на какие-то такие переменные величины, как гражданство. Гражданство в Советском Союзе было одно, в Российской империи другое и так далее. Только на эти константы. И вот если это будет сформулировано в законе, то тогда да. Понятно. Ну вот вы выслушали аргументы. А я бы добавил еще один, может быть легковесный, у меня более серьезный есть аргумент. В этом году, как раз в декабре, вот сейчас, когда наша передача выходит, отмечается 25-летие распада Советского Союза. А исторические фигуры, которые в этой связи всплывают, в частности, Борис Николаевич Ельцин, который вот не раз и не два, а каждодневно все время говорил. Дорогие россияне. Дорогие россияне. И вот о роли личности в истории нельзя отрицать, что в значительной части населения, не знаю, как там по вопросу, у Ельцина, вот в этом плане, отрицательный имидж. И коль скоро это слово использовал он, то автоматически вот эту негативную коннотацию, оно несет сознательно, подсознательно. Это что же нужно учитывать, если ты пытаешься какое-то слово конституировать, ну, в качестве официального? Есть наша национальная российская и культура, и наука, и истории, кстати говоря. И 9 мая 45-го года одна из опорных точек нашей идентичности исторической связана далеко не только с одним народом, с русскими. А прежде всего со всеми советскими людьми, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. И бессмертный полк – это общее достояние всего нашего народа. Поэтому понятие гражданской нации включает в себя и очень мощный общекультурный пласт, включая русский язык, который не является исключительной собственностью русских. 99,4% нашей страны говорит на русском языке, и это общее достояние, в том числе и большинства, большинства, еще говорю, наших граждан нерусской национальности. Если реально называть родным языком языка основного знания и общения. Нет, Валерий Александрович, можно, может, только один вопрос задам? Да. А вот, собственно, из-за чего сыр-бор в каком смысле слова? Я россиянин, другие – я русский. Вот зачем? Ну, мы ведь, у нас ведь при всем, в общем, серьезном различии между нами сегодня здесь, сидя за столом, и не только мы дискутируем и в других сферах, в том числе и в печатной, научной, публицистике. Но ведь на намете сегодня, в том числе и некоторые общие вещи, не только по возможному и более лучшему названию закона, если такой закон будет приниматься, но и по формуле, что понятие российскости не исключает ни русскость, ни татарскость, ни какую другую. Это действительно надоэтническая форма или общность, связанная прежде всего с государством, со страной, с представлением о стране, с образом страны, с любовью к стране. Почему? Это эмоциональные, это культурные, это другие вещи. Это не только правовые или, так сказать, какие-то обязанности конституционные. Так что это гораздо более богатая вещь. И она не исключает, у меня есть статья даже и русский, и российский. Хотя близость между русским и российским действительно меньше всего. Одно дело, когда Мустай Карим говорит не русский, я, но россиянин, там действительно вещь, это можно понять, для русского и русскость, и российскость, они в исторические порой даже были синонимичными. И они и сегодня остаются. И когда мы говорим русский балет, то мы им веду не этническое содержание. Но российская культура и русская культура, можно сказать и так, это немножко разные понятия. А тут, вот тогда ты будешь обязан называть российский балет только, российская литература, они... Почему нет? Ну, когда решили нас, российский язык... Российская культура, это, к сожалению, памятник Плесецкой, где она не похожа на себя, имеет ни свое лицо, ни свои движения. Свидеть в том, что эти вещи очень близкие, говорит о том, что наш язык назывался российским. Нет, такое было, да. И Ломоносов написал... Слова русские и российские были просто синонимы. И Ломоносов написал грамматику российского языка. Вот, дадим, Лякать Михайловне. Ну, во-первых, мне кажется, отвечая на ваш вопрос, надо вспомнить, что в доктринальных документах у нас понятие российской нации, политической нации есть. Второе, то, что, когда мы говорим о гражданской нации, да, то здесь не может быть государства, образующего народа, любого. Потому что государство образует граждане или народы, живущие на территории данной страны. Тут никуда от этого мы не уйдем. Мне кажется, что важно, что и президент тоже обращает наше внимание на то, что вопрос национальной идентичности, он так и говорит, это фундаментальный вопрос для нашей России. И поэтому вот разъяснять эту национальную идентичность нам кажется очень важно. Почему? Потому что далеко не все правильно и все понимают глубоко и широко. Вот когда мы проводим опросы и спрашиваем, что вас объединяет с гражданами России, государством, лояльность государству, это прежде всего, что называют. А дальше культура. Культура тоже объединяет. Культура, история. Но это уже балансирующее понятие. Одни больше говорят, другие меньше. А вот государство говорят все. Но главное еще, что дополняет вот этот историко-культурный комплекс, это историко-культурный. Потому что историю тоже люди воспринимают как свою. Она в чем-то отличная, особенная, а в чем-то она своя, для всех одинаковая. И это создает базу для гражданской политической нации. Другое дело, что слово политической нации для нас не очень приемлемо, потому что с политикой не все люди хотят соединяться. И политические у нас взгляды могут быть разные, разнообразные. А вот сама нация, как гражданская нация, она действительно имеет основу. Она имеет еще основу и в том, что есть у людей общие какие-то ценности. Это не только морально-нравственные ценности, о которых и вы говорили, и многие наши писатели, поэты говорят. И Путин об этом говорит. Мы должны держать эти наши моральные основы. И есть общие ценности, которые разделяют люди в современном обществе. Какие они видят эти ценности? Вот мы проводим, когда по опросам, так это массовые ответы. Равенство всех перед законом. Этот норм объединяет нас всех? Объединяет. Выполнение государственным обязательств по отношению к благосостоянию народа. Объединяет? Объединяет. Знаете, вот государство ображенщик все-таки является гражданой страны. Это совершенно очевидно. Как? Никакой-то народ. Не может быть. А другое дело, и президент так же говорит, и у нас люди так же отвечают. Между прочим, достоинство современной нашей жизни, что во многом те, кто готовит продукцию, выступления лидер... Речь идет о ныне живущих гражданах. Сейчас я одну ночку я договорю. Они опираются на те знания о массовом общественном мнении, которые есть. И это важно, чтобы проходили идеи, которые мы хотим, чтобы они прошли. Да, у меня такое... Вы закончили? Нет, ну вот я хотела сказать то, что именно для гражданской политической нации важно, чтобы граждане, чтобы основы их были не какой-то один народ. Не может быть. Потому что тогда нужен сразу закон о другом народе, о татарском, вот как вы сказали, о других народах. А как он принимает? Это будет целая конфликтная ситуация, которая нам совершенно ни к чему. Я позволю сказать, что я вообще не понимаю, что такое государство образующими являются граждане страны. Вообще не понимаю этой концепции. Я понимаю, что она вам дорога, вы можете ее доказать. Нет, она не дорога, она по конституции она существует. В конституции, в конституции 93-го года много чего существует, с чем лично я не согласен. Ну это другой вопрос. Кстати, там, насколько я помню, не сказано, что власть в Российской Федерации предлежит народу. Там сказано, обтекаемо, я сейчас не об многонациональность, обтекаемо, как из западных где-то, источником власти является народ. Вот. Источник, понятно. А потом эту воду, которую за столько, взяли другие и там что-то с ней сделали. Поэтому аргумент, вот когда там нарушать закон, не нарушать, это конституция, я понимаю. А вот в этом споре для меня тельные истоки из конституции научными аргументами не являются. Но я не буду вот с вами спорить, я просто не понимаю, что это такое. Почему вот действительно отвергается то, что многие предлагают. Ну запишите там ваши концепции, закажите все что угодно. Но тогда верните графу в паспорте. Русский, татарин, еврей, узбек, казах, там, якут. Но и этого не хотите? Я соглашусь, наверное, с вами в том, что если такие дискуссии вызывают вопрос, то пока может быть совершенно не обязательно регулировать законодательно вот это самое название. И в этом я уверен, мы не находимся в той стадии, в той стадии зрелости общественной дискуссии для того, чтобы это делать. А государство, повторюсь, не должно брать на себя слишком много с точки зрения форматирования сознания общества. То есть оно не должно чувствовать себя демиургом, потому что возникает парадокс. Государство, которое не чувствует под собой национальной опоры, оно вообще-то очень слабое. И вдруг оно уже чувствует себя демиургом, чтобы построить нацию. Это противоречие, которое может нехорошо исторически, значит, разрешиться иметь плохие последствия. Теперь по поводу того, что государствообразующими являются граждане. Граждане на неживущие? Нет. Все поколения граждан, да? Значит, мы же историческое здание, исторически приемственное государство. А что связывает эти поколения? Институт гражданства? Нет. Нет. Гражданство Российской Федерации существует после 1991 года. Меня с моим прадедом не связывает гражданство Российской Федерации, а я с ним часть одной нации. Я с моим прадедом, прапрапрадедом и дальше-дальше, я часть одной нации. Как мне назвать нацию, которая для меня общая с моими прадедами? Как мне ее назвать? Российская? Нет. Россияне — это граждане Российской Федерации. Российская нация — это население Российской Федерации, вот того осколка Советского Союза, который в 1991 году возник. А если я скажу русская нация, то мы окажемся с моим прадедом, что для меня важно, я думаю, для многих наших зрителей тоже, членами одной нации. Понимаете? Вот подумайте об этом, дорогие телезрители. А если прабабушка у вас украинка? Если прабабушка у меня украинка, даже если она у меня еврейка и цыганка, мы все равно с ней окажемся членами одной нации. Потому что она просто по факту генетического вхождения вот в этот поток русского народа, в русскую культуру, стала частью этой связи поколений русских наций. Поэтому не надо расизма, не надо нация. Поскольку прав на русский, то все предшественники... И даже этничность, этничность это не биология. Да, происхождение является фактором этничности, но более важным фактором является культурное наследие. Значит, следующий момент. Должна быть мотивация, привязанная не к нынешней конфигурации границ, не к нынешней конфигурации границ, которые ничего не соответствуют в российской истории, а к каким-то историческим константам. И вот эти исторические константы я предлагаю. Это русская культура, русская национальная память и русский язык. Почему, Валерий Александрович, я могу с вами согласиться в одном и не согласиться в другом? Я согласен с вами, что любая реально существующая гражданская нация включает в качество необязательного компонента некую этнокультурную составляющую. Можно даже... Вот есть исследователи, которые даже применительно к американской нации, говорят о том, что одним из ее цементирующих элементов является то, что можно назвать национальной американской культурой. И это не бессмысленная вещь. Действительно, не можно говорить о национальной американской культуре. А уж если говорить об исторических, а не мигрантских нациях, французы, немцы и так далее, по поляке, то, конечно, там при всем том, что у них есть гражданственность, значит, этнокультурное ядро существует. Но я не могу согласиться с тем, что нашу культуру, которая объединяет нас и в поколениях, и сегодня ныне живущих, можно назвать российской. Российская культура – это либо нечто подведомственное Министерству культуры Российской Федерации. И это абсолютно нормальный термин в этом случае. Это совокупность театров, каких-то учреждений, музеев, которыми занимается Мединский. Вот, можно также... Наверное, российской культурой называть некую площадку, где рядышком существует русская культура, татарская культура, чеченская, якутская и так далее и тому подобное. Но то, что связывает нас вместе и в поколениях, и ныне живущих – это русская культура. Очень разные народы российского пространства едины только потому, что они все в той или иной степени оказались под воздействием этой самой русской культуры и русского языка. И я с вами полностью согласен, что носителями русского языка являются не только те люди, которые идентифицируют себя как этнические русские, но вполне могут идентифицировать себя в том числе и как этнические русские, потому что национальность, этничность не в последнюю очередь может определяться именно по родному языку. Поэтому, возвращаясь к тому, что уже звучало, я просто призываю опираться на константы нашей истории – русская культура, русская национальная память и русский язык, а не на переменные, каковыми являются конфигурации наших границ. – Андрей Владимирович, вы меньше других говорили. – Да, Виталий Тович, конечно же, я совершенно согласен, что государство является формой самосохранения и существования народа. Это переменная, а постоянно это народ. То есть оно возрождается, безусловно, возрождается русское национальное самосознание, историческая память русская, и власть должна опереться прежде всего на это. – Да, Егор Станиславович. – Мне хотелось бы обратить внимание, конечно, на эту формулу страны несколько, Валерия Александровича, о том, что русский язык, он, в общем, тоже не очень принадлежит русским. – Не только. – Ну, понимаете, а если не только, то постепенно как-то это вроде уже совсем не. То есть, понимаете, это главная проблема, это то, почему мы с вами все время дискутируем и боремся, что наша главная охранительная задача, это как бы так получилось, что обобщение на втором этапе не привело бы к отчуждению. Что обобщение русских и кого-то еще в россиян не привело бы к тому, что русские вообще окажутся отчуждены от самих себя. На самом деле, русский язык, вот когда мы говорим о нем как о нации, образующем факторе, мы не совсем понимаем, о чем мы говорим. Мы имеем в виду обычно тот язык, на котором мы сейчас общаемся между собой. А вот, как у многих, наверное, из присутствующих, у меня есть дети, я иногда заглядываю в их учебники, и мы иногда разбираем то, что там написано. И вот, понимаете, поразительный факт. Я как-то заглянул с ребенка в учебник и просто перечитал знаменитый текст «Лукоморье и дуб зеленый» глазами, например, таджикского мигранта, который сдает этот, как бы, тест в лингвистическом центре. Это абсолютно непонятный эзотерический текст. Это текст просто немыслимый, непостижимый. Там о заре прихлынут волны. Понимаете, для человека, естественно, живущего в русской лингвистической среде с детства, этот текст интуитивно абсолютно понятен. Даже если он не может вам разобрать грамматически по словам, он понимает, что это, о чем, и как у него может возникнуть эта грамматическая категория. Для человека чужого языка, чужой культуры, это абсолютно эзотерический текст. И на самом деле, когда мы, когда наш язык... А когда наш язык развивается, смотрите, это имеет отношение к вопросу о той гражданской нации, которая создается через школьный учебник. Школьный учебник все равно у нас будет создавать русскую нацию, хотим мы того или нет, если мы, конечно, срочно не повыкидываем оттуда Пушкина и не заменим какими-нибудь политкорректными авторами, что называется, из советской многонациональной литературы. Ой, из советской, из нынешней. Ну, из нынешней, я вообще... Советская, русская, практически. А вот Валерий Александрович сделал забавную такую грамматическую, как бы, употребленную конструкцию, более лучшей. Я напомню вам забавный... Да, но я вам напомню забавный факт, что это появилось благодаря одной девушке из Иваново в 2012 году. Заметьте, вот фраза девушки из Иваново через несколько итераций вошла в литературную речь в качестве такого несколько ироничного выражения. Нет, во-первых, более лучшие, неграмотные люди говорили и в советское время. Только тогда все грамотные, а тогда было больше грамотных в литературе, в смысле слова, они знали, что это ошибка, что так говорить нельзя. Сейчас просто так уже специально говорить. А это Света из Иваново, над ней стали смеяться, и вот за счет этого разнеслось просто... Да, но заметьте, что все равно язык... Невежество просто входит в норму, это да. А я с вами не соглашусь, смотрите, что мы не говорим кавказизмами при всем при этом, что когда есть какие-то искажения русской речи, что называется, с позиции другой речи, как правило, мы так не говорим. Я бы мог доказать, как просто поздно. Ну вот, на самом деле мой тезис, он довольно прост, что если мы, если мы будем хоть минимально корректно относиться к преподаванию нашего государственного языка, даже государственной истории, нам все равно, у нас все равно на выходе будет получаться русская нация, а не российская. Потому что в учебнике российской нации, неком обобщенном и как бы усредненно политкорректном, мы, например, не сможем ответить на вопрос, ну, имам Шамиль, он кто? Вот он герой или он злодей? Понимаете, здесь невозможно будет примирить те крайности, которые у нас есть в оценке на Кавказе, и те, которые, скажем, мы унаследовали от России 19 века. В русской истории все абсолютно логично. Да, был такой человек, он по-своему там отважный, энергичный. Я вас сказал, что тогда, извините, тогда вы мне ответьте. Очень логично сказали, кто такой им Шамиль, в русской истории. А теперь нам нужно преподавать, или, может, там, генерал Ерболов. А теперь нам нужно преподавать русскую историю не только в Москве русским, если в Москве... Но и на Кавказе. Да, но и на Кавказе. И там другую историю преподавать. Нет, продолжение. Абсолютно тоже был отважный и смелый человек, который сражался, как бы, за свои принципы. Но в итоге... А генерал Ерболов? Ну, это был, опять же, человек, который сражался за свои принципы, который, да, может быть, иногда был жесток, но он, как бы, он нес русское государство, российское государство, как фактор прогресса для Кавказа. Я понял, да, да. Если я сама... Он стал русским дворянином и получил российское гражданство в итоге. Кое-что было упомянуто, то сразу возникает такой вопрос. Вы на него ответили. Я ни с чем сейчас не спорю, просто я... Да, но мне кажется, что мы попадаем в довольно опасную ситуацию, когда мы предлагаем людям разных национальностей в нашей стране, тем более многочисленным, кроме русского народа, многочисленным народом, перестать себя идентифицировать по этническому признаку. Это довольно... Ну, если мы все должны быть русскими, одно дело, если мы соединяемся, вот как вы говорите, мы вместе. Мы с собой в союзе. Вот это основа нашего государства. И об этом мы все время говорим. Пока у нас есть это соединение народов, мы сильное государство. Потому что я уверена, что те, кто к нам недобро относятся, они именно нажимают на вот эти кнопки. Поэтому пока мы говорим, что все народы равны, как это у нас по Конституции, и в то же время президент говорит, и мы об этом говорим, что мы должны защищать интересы меньшинств, но не должны забывать о том, что есть большинство. Мы не должны его интересы забыть. Тогда почему идеальная формула «советский народ», которая вообще сняла проблему главенству, ну, там в гимне было, какой-либо национальности, вот объединила, почему она рухнула, и как раз по национальным во многом основаниям, и самая большая резня была как раз на этой почве, одномоментно? Оказалось бы, такая удобная формула «советский народ», советский... Я думаю, что вообще советский народ не рухнул. Вот сколько лет прошло, мы еще себя называем немножко советскими в чем-то. А вот рухнул как раз потому, что слишком рискованно было отдавать понятие нации на уровень исключительного владения этнических общностей или этносов, как говорят. Кстати, советская — это явно политическая нация. И именно было снято с общегосударственного уровня понимания национального на уровень национальных государств. У нас в республике считались национальным государством образований. Это были этно-территориальные автономии внутри государства национального, которым был Советский Союз, с многоэтничным советским народом. И вот для того, чтобы не повторить эту роковую ошибку и не спускать такое мощное понятие, которое объединяет в мире во всех странах, и малых, и больших, и очень сложных по составу, расам, этническим, языковым, вот это понятие нации, мы, народ нации, оно пришло из Европы, но сегодня во всем мире присутствует. Мы же не выйдем из организации объединенных наций. Мы же не скажем, что наша национальная олимпийская команда не национальная, а какая-нибудь цивилизационная, или же какой-нибудь этнический термин ей придаем. У нас же есть понятие национальных интересов, национальных проектов. У нас прилагательные есть, а существительного нет, что ли? У нас есть даже институт национальной стратегии. Какой нации это национальная стратегия, вы президент? Нельзя отделять государственные от этого культурные. Нет, а какой нации ваш институт национальной стратегии? Если хотите мой ответ, то русская политическая нация. А, ну так что же вы не назвали тогда в названии? Назовите. А почему я не назвал? Я и назвал. В официальном названии имеется. Поэтому я считаю, что очень серьезный разговор и нужный разговор. И действительно, в жесткие правовые рамки, может быть, это слишком рискованно, и надо находить какие-то более мягкие формулы. Согласен с его оценкой, что должно что-то рождаться все-таки не так уж совсем сверху, хотя сверху это тоже очень важно, особенно если это делает элита, в том числе и интеллектуальная элита, и научная, и публицистическая, и медийная, и так далее. Но с чем, вот что мне сегодня кажется, можно было бы уже начинать находить какой-то здесь консенсус. Я много раз писал, я спокойно говорю, мы сделали больше, чем кто-либо по русской истории, культуре, этнографии. Том под моей редакцией русский вышел, и лучше его нету, я уверен в этом. Поэтому я говорю, и я пишу, и говорю, что русский народ, русская культура, русский язык является доминирующим, я иногда говорю, там референтной культурой, или отсюда без него нет России, это безусловно. Но когда мы перехлёстываем и говорим уже записать в Конституции государство образующие, я также начинаю не настороженно напрягаться, потому что так же, как и с формулировкой вот такой жесткой, вот этого законно, возможного закона, который мы с вами объединяем. Я понимаю аргумент одних. Российская нация, и она как бы собирает всех, нелояльные, там все равно будут бунтовщики, они, что с этим словом, что без этого возник. А если это русская нация, то она вроде так или иначе, легко трактовать, она тогда отделяет остальных, но если есть русская нация, русский народ здесь, и он главный, то мы не главные, и тогда, может быть, мы сами там свое государство соорудим. Я к тому, что, учитывая те и другие аргументы, существенно их нужно учитывать. И там спорить дальше, дальше. Но нельзя не учитывать и конъюнктурные, и политические аргументы. Вопрос. Российская нация самая крупная, разделенная сегодня, по крайней мере, в Европе, или русская нация, раз. Второе. Когда украинцы, националисты, и даже мягкие такие, говорят, россияне, россияне, россияне. Какие россияне? А русские? Они говорят, в украинском языке нет слова русский. Как и в польском. Да-да, как в польском. Почему? Что у вас, язык не выговаривает, что ли? Такой же, как у нас, сказатели русские. Так вот, потому что россияне, это граждане России. А мы, ну, территория Украины, все украинцы, я говорю, как украинцы, у вас же там половина русских. Они не говорят, что нет ни половина, а четверть, или 8 процентов, как они там переписи подвели. Они говорят, нет никаких русских на Украине, есть только украинцы. Вот для меня это политическая конъюнктура, но не сегодняшнего дня, не моей речи, а реальной политики России предшествующие годы. Если бы мы сказали, что в Крыму есть украинцы, мы же сказали, что там 95 процентов русских, и понятное дело, что они в Россию стремились. А если бы мы поняли эту концепцию, что все они украинцы, коль скоро Крым был 23 года, а 91 год в составе Украины, то они бы сказали, что вы забираете часть нашего народа, нашей нации, и наши бы аргументы сразу бы провисли. Это же нельзя не учитывать. Может, действительно не стоит, кроме как в академических дискуссиях, аудиториях вести сейчас эту полемику. Такая острая реакция, она и показывает, что нерв задет, и не нужно его дальше дергать вот этими всякими крючками, а лучше спокойно обсудить, более утоляющие, дав на какое-то время. А более утоляющие, это на время эту дискуссию перевести в кружки тех, кого это интересует, академические, либо какие-либо другие, политические. А вот на общеациональную трибуну, по-русски, по-кавказски, по-татарски, а мы все смешан. Спасибо всем, кто участвовал в этой дискуссии, очень интересной, очень важной. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok